Группирование 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 Я уже знал, что надо отбиваться. Маневр знал, отбиваться. Хотя там, как всегда, используются психологические приемы. Так же, как в 24-й партии московского матча, плакат Анатолия Евгеньевича поздравляем с победой. А там выстраивались какие-то военные. Когда подъезжали мы все, и крики из толпы, Толик, добей его. На самом деле, на меня это не сильно действовало. Меня больше волновало, как я играю сам. 21-го ничья. 22-я партия. 3-е октября было. У меня уже было хорошее настроение. Как хорошее? Оно стало лучше, чем оно было. Пропали эти чудеса. Во-первых, пропали чудеса. Что интересно было, что я уже чувствовал себя увереннее, потому что я играю каталон, Карпов начинает задумываться. Видно, что не знает ничего про дебют. Опять, кстати, у Акимова в его повествовании это фиксируется, что на самом деле как бы сокровенное здание пропадает. В 20-й партии все разговоры про то, что завтра будет стоять, заканчиваются. 22-я партия, значит, мы... А, да, теперь это проявление. Здесь только это... Как надо. Здесь концовка, естественно. Да. Я думаю, мы тоже самое играем как бы вот эту систему, значит, с H2-H3. Сх. Да, с блокировкой ДЦ взял H3. ЕД-ЕД. ЕД-ЕД. Конь Б4, слон Б3, да? Интересно, что уже никаких там нету гибридных там индийских, то есть как бы вот уже самое-самое такое как бы примитивное. Конь Б6, слон Б3. Слон Ф5. Владя Е1. Владя Е1. А5 он сыграл? Да, опять А3. Владя Е1. Ну, да, ну тут Владя Е8, да. Владя Е8 взял, взял. Ферзь Д2. Ферзь Д2. Ну, здесь на самом деле как? Здесь... Ферзь Д7 здесь ничья. Ну, здесь ничья. Ферзь Д7 там, ну, там... Все уже до ничьей, как бы. Потом после матча будет эти партии... Карпов пошел... Да, ну, он сделал странно хоть конь Д7 здесь. Потому что в тот момент еще как бы вот эту ничью не знали. Он... Мы же повторяли, по-моему, нашу еще 23-ю партию... Первого матча. Ну, да, московского матча. Вот. Значит, он придет хоть конь Д7. Ну, хоть такой странный ход очень. Угу. Конь Д7. Там я там... Ферзь Д4, да, Пошел? Ферзь Д7, Ферзь Д4. Ферзь Д4, слон Ж6. Ну, он Ж6. Ну, уже это, на самом деле, неправильно. Вот нельзя оставлять слона. Вот, знаешь, даже просто инстинктивно видно, что не то черное, что сделали. Надо все-таки пытаться закрыть эту диагональ. Конь Д7. Аж 4. Аж 4. Ну, это хорошо. Я тут постоянно вот там терроризировал. Ферзь Д8, Пошел Карпул здесь. Явно сюда. Конь А4. Да. Не даем. Сильно, да. Не даем, не даем. Не пускаем никого. Аж 5. Аж 5. Это проблема уже есть какая-то. Ладей Е1. Ну, такая вот. Вот я вот держу здесь. Угу. Ферзь. В Б5 он сыграл. Да, В5 сыграл. В5 Пошел. Конь С3. Да. Ферзь Б8. Ферзь Б8. Ну, ферзь Е3. Б4. Б4. Конь А4. Конь А4, да? Конь Е4. А не конь Е4. Конь Е4. Да, конь Е4. БА. Конь Е6. Конь Е6. Конь Е6. БА. БА. Белый продолжает давить белый здесь. Вот. Конь Д5 пошел Карпул здесь, да? Конь Д5. Конь Д5. Слон Д5 СД. Ну, конь Е5. Угу. Ну, видно, что белый... Сохранили перевес, но... Да, значит, ладья... Что он пошел здесь? Ферзь Д8. Ферзь Д8. Ферзь... Ферзь Ф3. Ферзь Ф3. Ладья А6. А, вот ладья А6. Ладья АС1. Ладья АС1. Вот здесь, по-моему, надо было цепить пешку на АС4, да? Но Карпов боялся здесь. Значит, он пошел здесь... Король АС7. Король АС7 сделал ход. Ну, это такой, видимо, такой профилактик, как и я делаю. Но здесь, значит, ферзь Ф3. Ферзь АС3. Ферзь АС3, а вот, вот, сразу, сразу, изготовились уже. Тут уже начали какие-то контуры мерещатся мне сейчас. Ладья, как-то сейчас зайдется сюда. Ладья Б6. Ладья Б6. Ладья С8, ферзь Д6. Ферзь Д6. Вот. Ферзь Ж3. Ферзь Ж3. Все складывается пока туда. Если ладья уйдет, ладья АС8 шаг будет. И потом, поэтому надо защищаться здесь. А4 пошел король. А4, да. А4, да, А4. Ладья А8. Ладья А8. Сразу присобачили. Естественно, да. Черный сколон есть немного уже. Угу. Ферзь Е6. Потому что тут не ходит ничего, значит. Ферзь Е6. Ферзь Е6. Ладья А4. Ферзь Ф5. Ферзь Ф5. Так, как, контр-гросс создает свою. Ладья А7. Ладья А7. А ну, все, да. Ладья Б1 шаг. Ладья Д1. Ладья С1. Не, а, значит, Ладья С1 ходит карп. Да. А, Ладья С1. Ладья С2, да. Да, естественно, да, неестественно. Правильно, здесь надо это самое. Также. Ладья С... Он сейчас хочет вызвать... Хочет вызвать... Ф3. Ф3. Ладья Б7. Ладья С2. Ф3, Ладья Д2. Да. Вот. 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 И здесь... Здесь мы откладываем партию. Я так смотрю, все, наверное, все-таки, наверное, выпустил. А потом вдруг у меня в голове как-то оно само складывается. Как контуры-то все есть. Тут же сейчас... Оно получается. Я, значит, проверяю. Виду особо я не подал. Как бы там ход записывал. Выхожу, сажусь в машину. Тренеры там... Так, там... Я говорю, кажется... Кажется, там что-то гениальное. Не, может быть... Кажется, все там... Кажется, мы сейчас приедем, сейчас все покажу. Кажется, выиграем. В голове уже все варианты посчитал. Угу. Приезжаем, расставляем. Оно. Случилось, да? Оно было. Да. Там, я помню, интересно, мы сидели там. Ну, сидели, анализировали там, на самом деле. Зачем этим заниматься. Ну, позиция выигранная, конечно. Я помню, причем тут уже изгалялись там... То есть, конь f8, король h6. Кроль h6, ладья b4, да. Вот, пусть ладья d3, например, там, значит, как бы там вот... Ладья d1. Там, как можно там пытаться... Ладья b8. Там вот, значит, слон h7, ферзь g5. Там лишний конь, но искали там более красивые пути выигрыши, на самом деле. Вот. А главное там была задумка, что... Так как все-таки записанный ход неизвестно какой, то, значит, надо свет... Были наши, как бы, вот эти дачи, они на... Ну, визуально... А, видно было, да? Ну, все же темно, как бы, и свет будет виден. Поэтому везде свет оставить включенным, чтобы вы просто думали, что... Чтобы она визуально закрыли. Это, я помню, сделали... Я, конечно, прихожу, когда на игрование... Ну, он, конечно, нашел, да? Да нет, только нет. Довольно быстро нашли это просто. Значит, все нашли, но вопрос... То, что люди нашли, нашли. А какого код записывал это? Угу. И вот я прихожу, и Карпов пытает сделать вид, что его это не сильно интересует. Вот я... Код конь d7 поставит, значит, ладья d4, конь f8, карбашус, ладья b4. Ну, вообще, конечно, идея невероятная красивая. Потому что ладья b4, а b... Белая пешка может проходить ферзи. Потому что черные не могут... Ну, если d4, то b5. Угу. Здесь ферзь, здесь ферзь. Только, только, только мы матуем. Угу. Потому что такая уникальная матовая конструкция складывается. То есть, вот представьте, вот такой эндшпель, и... Из-за этих матовых... Просто надо сдаться. Ничего сделать нельзя. Нет хода сам слон h7, потому что ферзь g5 шах. Сразу теряется конь. Вот. Поэтому... Слон, в смысле, теряется? То есть слон теряется. Да. Поэтому, а на ладья d3, конь ладья b8, с угрозой конь g6, ладья h8, на слон g7. Слон h7 тоже сам ферзь g5 шах. Угу. Уже фигуры нет. Вот. Ну, Карпов довольно быстро пошел ладья c4. Вот. Как бы такой ход сделал. Ну, как бы... Угу. Ну, это вот... Ничего не меняет. Так, так. И здесь продолжается то же самое. Ферзь d6. Это что такое? Мат. Д2 грозит. Мат. Просто грозит мат. Класс. Грозит мат на d2. То есть он пошел с c3. Угу. Дальше. Да. c3, ферзь d4. Просто интересно, знаете, вот такая... Такая раскрутка. Угу. То есть... Всего по ровну, но вот эта матовая конструкция. Кольца f8, он тут все держит. Да, уникальный. Да. Значит, ну... Сула h7 был бы единственный ход, но по этому все безнадежно было. c3. Но решил Карпов не мучиться дальше. Сдался сразу. Плюс один. Плюс один. Плюс один. Две партии до конца. Две партии. Ну... Две же не проиграем. И... Двадцать третью партию... Я когда причем прихожу, думаю... Думаю... Он в индийскую хотел играть. Думал... Конь f3 сыграет Карпов. Так сыграл Конь f3. Ну... Он так играл со мной. И в первом матче Конь f3. Вот. Но я уже очень спокойно реагировал. Думал, сейчас как бы двойной фиантето сыграли. Какой-то там... С... Все контролировал события. Угу. В конце мне даже там... Чуть приятнее появится была черная ничья. Все. Звание сохранили. Теперь последняя партия. Вот. Белыми я играл. Там тоже... Тоже новоиндийская была. Ну... Он особых усилий не предпринимал. Хотя получилась такая ситуация, что... Ну... Чуть-чуть у него перспективней получился. Потому что я все-таки... Он играл тоже... В голове уже праздновал, да? Ну, да. Значит... Там момент, когда он, естественно, психологически... Вот там слона за коля. Он отдает... Там... Он конь на Ц3. У меня он бьет на Ц3. И получается там четырех ладейный... Они шпили. Потом ладейник, они шпили. Ну... У Черных все-таки была... Была небольшая инициатива. Но я достаточно легко нейтрализовал. Партия откладывается. Ну... С ничей, да? Да. Значит... И я помню. Мы там обсуждаем. Значит, ну... Чего-то отложил. Я тогда сказал... Там... Кто у нас там руководит делегация? Я говорю, что передайте им то. А что если... Значит, там они сейчас... Там... Ничью... Это самое... Если мы не согласимся на ничью, как бы... Ну... То... Потом... Я уже... То есть... Если там до какого-то времени там нам не сообщат, то... А... Ультимату... Нет, да. Потом будет... Я сказал... Будет слушать аплодисменты в зале. То есть... То есть... Тогда я уже откажусь... Продержу зал. То есть... Чтобы не было этого... Знаешь, надо тянуть до последнего... Какого-то... Часу, что ли... Ну, в общем... Буквально до самого конца. А уже мне не хотелось, чтобы все закончилось. Ну... Ультиматум сработал, да. Сразу как бы... Согласились. Да, согласились, да. Потом было такое скомканное открытие было. Закрытие. Закрытие. Закрытие матча было. Потому что там так готовились... Готовясь к победе Карпова. То есть... Видно было совершенно, что там... Закрытие не получилось. Глава Карповской делегации... Он там был... Бывший... Большой чиновник... Капкомовский там... Ленинградский... Каркомовский... Я уже там не помню. Вот. И, естественно, там все-все-все... Выстраивалось под это там... Даже, по-моему, они подготовили... Там у них же было представление... Это такая... Белопольная симфония четвертой партии. Четвертой партии первого матча там. А безлимитно? Нет. Нет, а... Четвертой партии московского матча... Даже как Карпов выиграл красиво там, значит... И вообще должно было быть целое представление. Чуть ли не балет какой-то. Но ничего не получилось. Все скомкали, значит... Вот. А, значит... Никаких медалей мне уже не давали. Как бы там золотых, то на этом закончилось все. Чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров признан одним из лучших спортсменов прошлого года. Значит, пришел Комбоманес. Угу. И сказал мне, ну... Может, мы друзьями уже теперь будем. Вот. Ну да. А я к этому моменту там активно там пытался что-то делать. Он говорит, может быть... Я бы не... Ну... Такая у него идея была, что... Мы можем сделать большое награждение. Потому что Олимпиада в Дюбае... Там буквально через там... Месяц, меньше через месяц. В Дюбае сделаем супер награждение. Там и медаль настоящая золотая будет. Я сказал, я не хочу. На этом мы расстались. Потом Крогиус пришел. Ну уже все-таки понятно. Я вот чемпион мира все-таки надо как-то... Уважить. Уважить надо, да. Мы уезжаем из Ленинграда. Я сказал, что сюда я больше не ногой. Вот. Ну так... Загадывать, загадывать... Вообще не надо. Потому что я... Я приеду в Ленинград через... 14 лет только. А нет, нет. В 1996 году я там был два дня. Туда Собчак меня пригласил. Перед своими выборами, которые он проиграл. Вот он. Я пригласил на два дня. Вот. Это был мой... Десяти лет я туда не ездил. А потом уже... Проигранные выборы оказали большое влияние на нашу страну. Очень большое. Очень большое влияние. Так что, Игорь Ильич, вы зря туда поехали. Нет, нет, нет. Нет, я так в выборах не участвовал. Потому что Собчак... У нас когда там был вот в шахматной федерации вот этот раскол был, Собчак-то поддерживал как раз Карпова, поддерживал Ботвинника. А, да? Да, да, да. У Собчака это их база была в Ленинграде. То есть что-то было довольно интересно. Такой демократ Собчак поддерживал. Да, да, он же вроде такой. Поддерживал, поддерживал. Вот там, знаешь, специфика была. Вот вся эта вот как бы схизма такая, вот такой раскол. А там поддержка была там со стороны Хасбулатова и Собчака. Такой вот такой... Ну, Хасбулатов еще ладно, да? Не, ну понятно, да. Просто интересно как вот Верховный Совет и Собчак был. Поэтому меня туда не тянуло вообще никак. Но в 90-м году я там приехал на пару дней, какие-то там у него предложения. Может, постоянно поработать. Но я что-то не очень как бы... Просто приехал, просто посмотрел. Вот. А потом уже я туда в Ленинград, в Петербург уже попаду в 2000-м году. Ну вот, как говорится, это уже будет такое путешествие, которое меняет жизнь. Потому что там я Дашу встречу, как бы вот это... Значит, вот моя сегодняшняя жизнь во многом связана с поездкой в Ленинград, в Петербург, в Санкт-Петербург в 2000-м году. А тогда, значит, я возвращаюсь уже, значит, в Москву, потом в Баку. Ну, уже все понятно. Матч-реванш выиграл. Вот. Все-таки впереди неизвестно, что будет, потому что Карпу надо с Соколовым играть. А там, кстати, Соколов неожиданно выигрывает у Юсупова. Совершенно безнадежный матч. Артур выигрывал. Ну, после десяти партий, больше всего шесть-четыре. Шесть-четыре. Четыре партии оставалось. И Артур выиграл тоже три партии подряд. Ну, тоже вот как... Какие чудеса были. Три партии. Ну, талантливый очень был Андрей Соколов, да, шахматист? Да. Ну, все-таки калибр у Артура повыше был. Артур... Он, кстати, хорошо играл тогда. Он выиграл Тиммана. Очень-очень хороший матч полуфинальный. Вот. А финальный, мне казалось, тоже должен был выигрывать. Ну, все-таки к шахматисту сильнее. Но Соколов какой-то энергетик. Вот он там выиграл три партии подряд. Тоже дай Артуру три партии проиграть подряд. Так довольно неожиданно было. И там маячит этот самый суперфинал, который до Карпова сделали. Карпов, Карпов, Соколов. Ну, до этого Олимпиада. Олимпиада. Моя первая Олимпиада на первой доске. Карпов тоже в команде. Да, да. Команда была... Я на первой доске играл. На второй доске Карпов играл. На третьей доске Соколов играл. И Супов. Потом играл Артур. Потом играл Баганян и Цишковский. Первая Олимпиада. Лидер команды. В 82-м мы легко выиграли. В 84-м, кстати, даже без меня Карпов тоже легко выиграли. А вот в 86-м начались большие проблемы. Играли не очень. Хотя у меня все стало сначала хорошо. Первые пять туров, четыре с половиной из пяти. Угу. И матч с Америкой. Вот тот самый, как бы, злополучный матч. Угу. Я с Ястром Сайровановым играл. Значит, Грюнфельд. Черным получил. Просто лучшую позицию. Довольно-довольно быстро там. Зафиксировался ферзевый фланг. У меня там конь на С4 стоит. Пешка моя до А4 как-то проникла вот на этом. На карлсбатской структуре. Вот. Просто лучшая позиция. И так, и так. А матч... В целом у нас все складывалось так. Довольно, довольно непросто. А с Америкой тот счет равный. Значит, кто-то у нас выиграл, кто-то проиграл. Сейчас пытаюсь понять кто. У меня партия последняя остается. Значит, ну и я очень, очень, очень хочется выиграть. Они Юсупов и Ваганьян сыграли ничью. Где? С кем? С американцами. Да-да, правильно, да. А три ничьи было, значит, да? Да. Три ничьи было, значит, да. Три ничьи было, но мы не выигрываем матч. То есть, на самом деле, счет равный. Да. Да, счет равный. Значит, три ничьи, значит, и мне хочется все-таки выиграть партию. И, ну, как-то вот, вот бывает, вот опять, явно там перегнул кого-то палку, вот, значит, и там контроль был там уже 60 ходов. И вот на втором контроле все, все спалил. И в итоге проигрываю партию, проигрываю матч. Там Рейган присылает им телеграмму приветственную. Там в кое-то веке они о советских обыгрывают. Общая ситуация там ухудшается. Ну, наверное, турнирная. Ну и, кроме того, у меня что-то тоже там все не пошло. Там ничья со Спасским какая-то быстрая. Там миролюбие Бориса Васильевича. Потому что у него в дебюте не сложилось. Там без пешки остался. А он за Францию, да? Да, он за Францию играл. Потом еще чудом шубы ничью сделал белыми вообще. Вот, кстати, тоже был Немцович был. Я там шубы просто получил перевес. Я там чудом делаю ничью. В общем, что получается? У меня четыре с половиной. У меня, получается, пять с половиной из восьми. Угу. Ситуация у нас общая, критическая. Мы там отстаем. Там американцы впереди. Но еще и англичане есть, которые там рядом с нами. Ну, там собрался все-таки. Я, значит, я выиграл. Я выиграл. Последние три партии я выиграл. Я выиграл, по-моему, мы с итальянцами играли. Я у Татая выиграл. Мы с Испанией играли. Я выиграл. Я выиграл, по-моему, Фернандес был, что ли. И в последнем туре мы с поляками играем. А англичане стоят нас на полочка, а американцы нас опережают. Я даже не помню, на полочка или на очко опережают. Но нас они опережают. Но они с болгарами играют. У них посильнее партнер. А англичане, понимаете, с кем играют. И при том, по-моему, делиться с англичанами мы не можем. Англичане выигрывают 4-0, кстати, в свой матч выигрывают. А у нас, ну, тут уже в конце собрались все, на самом деле, все собрались. Играли в последнем туре. Я играл Карпов, Артур и Ваганян. В общем, интересно, Ваганян в Миране новинку применяет важную. То есть выигрывает партию. Карпов в Драконе, там, новинка Гиллера. Там просто шнапик разгромил. Артур выигрывает. А у меня очень быстро. Я в Волгский гамбит сыграл. Значит, он отказанный получился. У меня получилось появиться в выигранных к 20-му. А потом я все там, просто все, что-то напортил. Ну, в общем, долго. Доигрываю. Интересно, остаюсь последним. Остаюсь последним. Мне надо выиграть партию. Ну, Канев Войншпиль выигранный. Такой момент, такой, действительно. Я тут выигрываю партию. В общем-то, и выиграю Олимпиаду. На соплях. Ну, выигрываю. Все-таки, все-таки выигрываю. Все-таки еще тогда даже борьба страшная была. Ну, больше борьбы нет. Потом уже... В 88-м будет легко. А вот в 86-м неожиданно получилось. То есть, я выиграл доску свою. И, естественно, выиграл... Там уже сделали вот такой перформанс. Ну, по перформансу, естественно, я выиграл. Просто потому что 8,5 на первой доске. Там против рейтинга. И там, значит, у меня одна медаль была, вторая медаль. А медали почему-то они лишь сэкономили, давали такие, непонятно из чего сделанные вообще. Ну, могли бы, конечно, что-нибудь там драгоценного добавить. Но решили организаторы обойтись там какими-то побрякушками. Ага. Я, когда отделок сказал, чувствую себя как породистая собака. Я просто... Все там присутствуют. Вот. Мы возвращаемся. Олимпиада. И турнир мой первый, там, за долгое время. Сразу после Олимпиады. Почему я вообще немножко заболел на Олимпиаде? Ну, такое напряжение все было большое. Мы... А там же были перевыборы Кампоманаса, да? Вы там участвовали как-то в политике? Естественно, конечно. Переходим теперь от шахматной к политической части. Там были перевыборы. И, естественно, там я потратил кучу времени, пытаясь убедить там партийное начальство, что надо Кампоманас переизбирать. Но ничего не получилось. А Люсен там, ну, как и был пустым местный, так и осталось. Когда стало ясно, что ничего не получается, он просто там снялся с выборов. Я, по-моему, с Кампоманасом, как говорили, и я говорю, что давайте сам все-таки как-то вот какой-то вариант найдем здесь, потому что, ну, надо что-то менять в США. Я говорю, там Люсена победить вы можете, но я-то здесь надолго. Кстати, понимал Кампоманас, но интересно, что, видимо, там его кураторы советские, они, в общем, не хотели никаких вот согласований. Я говорю, может быть, надо найти какой-то вариант внутри. Да ничего не получилось. В противовесе я подумал, может быть, надо объединить гроссмейстеров. И там появляется, вот в моем номере, я помню, рождается ассоциация гроссмейстеров. Ну, тогда появляется Бессер Гок уже. Он провел первый турнир «Свифт» в 86-м году. И он появляется... Тот, который, я придумал «Свифт». Ну, да. От которого сейчас нас отключаются. Да, да, да. Бессер, он появился уже, кстати, на матче в Лондоне. Вот, он даже, по-моему, дал какие-то там, пытался деньги Люсене Якину дать. Вот. И он появляется там. И вот эта идея, как-то она так начинает метрализовываться, что, вообще-то, может быть, ассоциацию гроссмейстеров сделать. Там Бессер есть, который может помочь. И вот появляется ассоциация гроссмейстеров. Задумался как о профсоюзнике, да? Просто как о профсоюзе задумывался, да. Я помню там... Я играл с болгарами как раз. Вот, я играл с болгарами. Я же вспомнил. Карпов играл на первый раз с Георгием. Как раз там, по-моему, был дракон. И вот Карпов там что-то не то сделал. Потом Геллер там новинку придумает. И Карпов выиграл у поляка. Ушнапика. Я ходил на презентацию вот там. Мы там ассоциацию сделали. Я помню, какой-то человек там вылезает из... Ну, условно из Сирии, по-моему. Я же не помню. Какого-то из Востока. Говорит, что это такое тут гроссмейстеры, они тут это самое... А завтра будут между днём мастера будут свои профсоюзные создавать. Я на него смотрю, думаю, кто это такой вообще вообще? Вот это меня начинает просто раздражать. Вот какие-то люди бессмысленные. Люди начинают рассказывать вообще нам, как управлять шахматами. Ну, в итоге как бы мы договорились, что будет какая-то ассоциация. Потом мы должны будем презентацию в Брюсселе делать. При том, что интересно, Кампоманес, он был не так агрессивен, как вот там явно там Крониус, там потом всякие чиновники советские, которые там были. Потом, ну, Габняк, который там присутствовал. Явные инструкции из Москвы получали, потому что всё было неправильно. Какие-то там ассоциации. Не по-советски всё это было сделано. И я вот возвращаюсь, ну, туда, значит, всё. Ну, в СССР, хотел сказать, в Россию. И готовлюсь к турниру своему. Турнир, причём в Брюсселе там охра-турнир. Без суда отношения не имел. Тоже тест трюнки. Всё-таки тест там, значит, играл. Кто играл, значит, играл. Корчной играл. Шорт играл. Портиш играл. Нан играл. И Хюгнер играл. На шесть человек было. Значит, шесть человек. В два круга играли. Ну, играл с вдохновением. Я, правда, там в шорту проиграл. Начинаются вот эти дуэли первые в английской атаке. Вот в Найдерфе. Слон Е3, Ф3, Ж4. Это английское. Я помню, с Никитиной смотрели. Я всегда относился к скептизке. Ну, так всегда. На тот момент. Не то что-то. А, в общем, стало ясно, что будут проблемы. Что это всё далеко не так просто. Как мне, наверное, казалось. Партию, конечно, шорту проиграл. Но я выиграл Нана партию. Должен был Корчному проиграть. Виктор Ильич со мной не везло. Совершенно безнадежный пояс. Почему-то я спас. Я выиграл у Хюбнера очень хорошую партию. Потом я проигрывал у Шорту. Потом очень хорошую партию выиграл у Портиша. Ну, просто посмотреть. Одна. Турнир я выиграл довольно легко. Там очередные, сколько там, получается, набрал? Плюс пять, наверное, набрал? Плюс много. Много набрал. Плюс-плюс-плюс много набрал. Плюс пять, да. Плюс пять, да. Набрал много. С Портишем как раз в пятом туре партия была. Я помню, Д4, Коня в шесть. С4, Е6. Да, должна быть партия. Коня в три. Д5. Там две хорошие партии. Точнее мне. Там была... И с Хюггером была хорошая партия. Там Хюггер 2-0 выиграл. Вот. И с Шортом вторая партия очень хорошая была тоже. А с Портишем просто... Д5 он пошел. Конь С3, С7. Да. Значит, слон Ж5. 0-0. Даркировка Е3. Конь БД7. Ферз С2 я, значит, сыграл здесь. Плюс-плюс пошел H6. Ну, можно сказать, С5 здесь, но H6 считается как бы более так, ну, чтобы после разменов там всех лишний полезный ход сделать. H6. Ну, я вообще систему Ферз С2 еще анализировал все там в таком 79-ом году. Мне нравилась эта идея, потому что там 3-0 можно сделать. Вот. Здесь я еще вот H4 такой как бы тогда смотрел. И Портиш явно к этому готовился, потому что он к партиям. С Маровичем было у меня похожее H6. Ну, тут у меня другая идея возникла. Я, по-моему, с Маггером мы и обсуждали. Пошел CD. Угу. Портиш дернулся. Угу. Вообще... Фигуры везде. Напали на слона, то я пошел CD. Он довольно быстро пошел ED. Как бы, да, пошел ED. Ну, на самом деле, по-моему, это неясно. HGDE, но у белых хорошая компенсация. Угу. Угу. Вот HGDE, вот FE комбит G5. Это такая вот, а комбит G6. И, по-моему, то ли 3-0, то ли H4 надо ходить здесь. Я уже не помню. Вот. H4. H4, да. H4. Пешка начинает двигаться. Там такая позиция, ну... Интересно. Ну, в духе. В духе. Ну, да, конечно, если... Ну, фигура, пару пешек. Реальная атака. Вот. Он пошел ED. Здесь очень... Я действительно очень удачно разыграл. Буквально там, я не знаю, вот как там... В 15-м ходу, там, партик кончится. Ну, вы... Слон F4 я пошел здесь. Угу. Он пошел C5 портишь, да, здесь? Да, вроде правильно. Да. Ну, а к слуги, да, мы не торопимся здесь. Ну, может быть, надо было где-то ему уже там, я не знаю, там, на C4 ориентироваться. Ну, это подорвут. На самом деле тоже непонятно, что делать ему. Бить не хочется. Угу. Уходит B6, да, здесь. B6 рокировка. Слон B7. Угу. Владея D1, наверное, да. FD1. Владея C8. Угу. ДЦ, да? Да. ДЦ. ДЦ побили. Значит, ну, порти изоляторы не любят, он ходит Bc здесь. Угу. Вот. И я здесь пошел А4. Вот такая, значит, игра неожиданная, потому что, чтобы коми B6 не было хода. Вот манера игры, вот, я чувствовал портишь вот как-то... Не то, да? Да не то, потому что он вроде все правильно делает, он как, А4 ход не по классике. На самом деле важный момент, потому что я просто мешаю ему нормально развивать фигуры. Он пошел ферзь А5 здесь. Да. Ферзь А5. А вот тут вот ферзь ушел туда, и тут неожиданно... Угу. С другой стороны. Конь А4. Понимаешь, вот это вот... Маятник. Да. Манера игры для них была особенно для людей старшего поколения того, у нас как-то А4, а потом конь А4. Вот, вот, он пошел, по-моему, куда-то двинулся. Владея FD8. Конь F5. Да. Слон F8. Да. Конь B5 теперь. Да, конь B5, да. Все, вот, вот... Проходят там три хода, белый уже здесь все находятся, а вот какой-то еще ход сделал. Владея... Слон 7 грозит просто, да? Нет. Нет, нет, а слон 7 не грозит. Нет, не слон 7 грозит, но... А что грозит? Конь D6, да. Конь D6. Вот, конь D6. Он пошел конь Е8. Конь Е8, да. И вот такой... Слон даже. Слон D6. Конь D6. И... Горе. Бедный портеж. И наступило горе. Да, это реально пятнадцатый. Это семнадцатый ход всего лишь. Восемнадцатый. Наступило горе сразу. Конь D6. Всегда пытаюсь понять, какие здесь... Покаянная конь ЕF6. Это так и в книге покаянная. Ввело к чему-то там. А что больше конь Е6? У тебя сейчас слон Е7, что ли? Конь Е7. Конь Е7 взял в зал. Ну да. Слон Е7 взял в зал. Взял в зал. Конь D6. Конь D6. Качество личное просто. Да, да, да. Просто слон D6 и... Да, и все. Не, ну конь D6 просто там... Пешка личная теперь осталась. Конь D6. Это другой конь. Конь D6. Ладья B8. Да. Конь B7. Ладья D8. Ладья D5. Ну хорошо. Дальше сам. Да, да, да. Вот тоже такая... А4. Человек там изготовил сейчас. Позиционное маневрирование. А4. Конь H4. Конь E5. Конь E5. Конь E5. Человека не стало бы. Ну то поколение уже понятно. Но они не справлялись с напряжением таким. Да. У Шорта хорошо выигрывал. Я тоже очень красивую партию выиграл. Шорт тогда был восходящей звездой? Да, конечно. А мировых шахтах. Естественно, да. Он двигался вверх. Вот я говорю, я вам партию проиграл первую. Вот тогда вот. Но после этого начинает все в одну калитку идти. Значит, вот у меня... Такие были моменты когда-то. Проигрывал. Значит, вот... У нас была ничья в 80-м году. На пятницу мира. Угу. Он второе место взял на... До восемнадцати лет. До двадцати лет, пардон. Угу. А... Такая... В серьезных шахтах была первая, значит, вот... Битва. Вот. И я, значит, я... Партию черную проиграл. А потом белыми. Очень хорошо там. Очень хорошо отыгрался. Вот в 86-й год кончается. Ну, естественно, я там уже второй раскрыт свой получаю. Угу. Так. И тогда начинается разговор. Значит, у меня уже рейтинг... Ну, 27... Ну, я не знаю. 40-50 лет. Угу. А... Обсуждение идет, смогу ли я перевалить... Потому что фишерский, говорю, 27-85. Угу. Вот. Вот. Ну, как-то кажется, маловероятно все. А на самом деле там... Я сейчас понимаю, что... Задача была не такая сложная. Я там набирал по плюс пять, по плюс шесть. А дальше по плюс восемь начинаю набирать. Вот. Ну, во всем. В голове уже вот эта мысль, что надо будет там перескочить. Хотя это случится только в 89-м году. Вот. Но, в принципе, такая как бы мысль в голове уже начинает крутиться там. Просто сегодня это кажется такой странной целью. Вроде бы 2800 это... Хотя не так много людей. Даже сегодня 2800 их не так много имеет. Но тогда... Сейчас 2800 там три человека. Да. Но тогда... 2800 имел там один человек у меня карту. Ну да. Просто один. Тогда там средний рейтинг турниров был там где-то там 26-50. Тогда 2800 было, как сейчас, 2900. Ну, примерно, мне кажется. То есть, когда было достигнуть рейтинга 2800, казалось чем-то невероятным. Ну, может даже... Может быть даже больше. Даже больше. Смотри. Все-таки в категории 2700... Сейчас я не знаю, сколько человек там. Человек 60, не меньше? Ну, 50. 50-60 человек где-то находятся в этой категории. Да. А тогда таких не было вообще просто. Да. Был Карпов один. Рейтинг. Как набрать-то было? В чем интересно, что даже вот в 90-м году, когда я перейду 2800... Вот 2800 пять у меня будет. В категории 2700 будет тоже один человек. Один будет просто. То есть еще... Ну, все-таки инфляция же. Инфляция должна была добавить, добавить как бы очки снизу вверх, чтобы как бы... Чтобы сейчас уже там категория ведущих раз в месте перешла из 2600 категории в 2700. Вот. А тогда это было вот в районе 2740... Я не помню, сколько там было. 750 в тот год. Но, так как такое гордое одиночество было, где-то там один Карпов был еще там неподалеку относительно, там где-то в районе 2700. А остальные там были настолько далеко, что казалось, что это все нереально. Ну, надо было набирать там минимум плюс пять. Там даже с Мишей Гуревичем постоянно, знаете, такая страховка была материальная на плюс пять. То есть плюс пять там, причем там как бы... Сохранял рейтинг плюс пять, да, получается? Да. Нет, нет. Если как бы... Он меня там страховал материально, если я, значит, набираю... То есть если я набираю плюс пять... Причем плюс пять у нас, по-моему, расход был. А, расход... Вы с ним спорили, что в смысле? Естественно, да. Такая страховка была. Нет, он как-то... А набирало много, поэтому как бы все равно приходилось расплачиваться. Миша. Миша. А Миша с вами работал тогда, да? Миша работал. Он работал в 86-м году. На матче, да? Да, в 86-м году на матче работал. Именно на матче. На матче работал. Тогда же он не выездной был. Поэтому он работать только в Ленинграде был. А были тогда люди, которые работали по телефону? Нет, 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 нет. А Миша потом работал еще в 90-м году, когда я играл с... Ну, Нью-Йорк Леон. В 86-м, да, он был в Ленинграде. Он приехал туда, потом приехал. Ильмар приехал к самому концу. А в 87-м год начинается с необычного такого события. Очень важный матч. Быстрый шахмат. Мало тогда кто понял, что вообще начинается такая революция в шахматном деле. При том, что разговоры об изменении контроля уже начались раньше. Я даже помню, когда еще безлимитный матч мы играли с Карповым. Тогда вот эта инициатива. Тимон очень активно ее продвигал. Новый контроль, 2 на 40, час на 20. В принципе, сделать. Чтобы на 60 ходил. Я помню, мы с Карповым очень подозрительно. А ботыник был, ничего себе. Беспредел полный, все, конец. Шахматом конец. Как можно так? 2 на 40, а как подумать? Сейчас понятно уже, что это веление времени было. Потому что теория развивалась. Получилось, что мы до сих пор играем с этим контролем. Вот у меня вопрос. С каким? 2 на 40. Ну, не совсем 2 на 40. Сейчас он... Не, он сейчас 2 на 40. Наш классический контроль. Вот сейчас турнир претендентов впервые пройдет не с этим контролем, а вот с каким-то там чуть более... На самом деле, сейчас же исчезли доигрывания. Тогда просто 2 на 40, час на 20. Во-первых, сократить количество ложных партий. Потому что все-таки 60 ходов. Ну, да, с доигрывания или не доигрывания. Сейчас они за доской доигрывают. Ну, сейчас матч на первенстве мира играется 2 на 40. 7-часовой контроль. 2 на 40, час на 20. До сих пор. И, соответственно... Сколько прошло это? 40 лет. Ну, появились быстрые шахматы. На самом деле, разные формы шахмат появились. И тогда вот было предложение от английского телевидения, по-моему, четвертый канал, да, был ITV, по-моему, сыграть матч шортом в... Тогда слова никто не знал в быстрые шахматы. Ну, появляется Rapid Chess 25 минут. На самом деле, там, цифра 25 минут, она бралась как бы не с потолка, а часовая программа. Часовая программа, значит, надо, чтобы еще там какой-то комментарий был, какая-то реклама. Поэтому получилось 25 плюс 25, значит, как бы, ну, без накопления. Каждая партия – часовая программа. А поэтому была взята вот эта цифра, как бы, 25. Потом она вошла в обиход. А в тот момент это просто было экспериментально. Вот 25 минут. Очень красиво все сделано было, там, значит, идея была. Мы играли в этом в клубе, это, как это называется, Hippodrome. Такая сцена там, это такой рок-клуб, сцена, поднимающая сцена. Играли в таксида, белое и черное, значит, соответственно, меняли, значит, в зависимости от цвета. Я 4-2 выиграл матч, причем я там, я выиграл первую партию и вторую партию. В общем, такая борьба, неясная борьба была. Потом проиграл третью. Вот там было два дня, по три партии, значит. Потом я выиграл четвертую и пятую. Притом пятую. Играл мне очень убедительно. И проиграл опять шестую. В общем, шестую там долго. Черный уже лучше стоял. Выиграл 4-2. Вот. И потом, я помню, вот эту пленку я привез, вот эту видеопленку, в Брюссель. У нас там было заседание, первое заседание Ассоциации Гроссмейстеров. Там кто-то там входил. Естественно, я был. Там Карпас тоже выбрали. Портиш был. Ну, там всех уважаемых людей. Ларсон был, соответственно. Нам был. Ну, в общем, уважаемые на тот момент люди. Уважаемые люди были, да, всех, кто там подписал. Вот. Хотя, я помню, когда пришел к Спаске, когда, значит, в номер ко мне, когда в этом Хилтоне и в Тюбае обсуждалось, слушал, слушал Спаске. Тогда он сказал вот эту свою фразу, когда я говорю, здесь нужна демократия в шахмане. Все. А, послушал Спаске. И тогда, говорит, я повторяю, шахматы Акимыча. У меня Акимыча назвала. Шахматы Акимыча – игра монархическая. Приговор, да? Вердикт Спаскова был. Политический выдан. То есть 87-й год, на самом деле, год таких больших перемен. Больших перемен. Я показываю эту видеокассету. Ну, естественно, Тимона, конечно, позабыли еще там. Вот, конечно, Тимона. И реакция, я помню, даже того же Тимона, там, Беса, ну, что это такое? Какая-то форма проституции вообще? Как это, как шахматы, 25 минут? В общем, отторжение. А у вас какое было тогда к этому отношение? Интересно. Я еще не знал, насколько все это будет эффективно, как это будет приживаться. Вот, но новая форма. Интересно все-таки. Но представление, что из этого как бы вырастет что-то такое большое, пока не было. Но мне кажется, надо это пробовать, а у меня было сразу отторжение. Поэтому, как и идея, учитывая, что у Беса были возможности материальные, Ассоциация Гроссмейстеров была в том создание профессионального цикла. Появлять Кубок Мира. Шесть турниров, тогда мы разработали систему, каждый играет четыре турнира, по отчетам идет, кто в каком турнире играет. А куда шел отбор? Или никуда? Это был полно... Это просто турнир сам по себе был, да? Турнир был сам по себе. Да, но это, по сути, прообраз, не прообраз, а предшественника Гран-при, вот, который долго у нас в турнире решили. Ну, это еще Гран-при, а сейчас Гран-честура есть, на самом деле. Но предтеча этого был именно там Уолд Кап, Кубок Мира 88-89 года. Такие, блин, длинные турниры, ну, уже не трудно себе представить, там, по 16 человек играло. Не спеша. Не спеша играли, там, долго. Я помню, вот один из турниров в Исландии был, там, осенью. Мы же туда-то играли бесконечно долго. Сумана я взял первое место, второе, и, по-моему, третьего, третьего Валера Салова взял. Когда появилось какое-то новое поколение, пошло, вот, да, старые уже как сошли, все... Оно когда сходило, вот, на самом деле, сходило, если можно говорить, совсем старое, вот, там, Портиш, ну, да, как... Еще играли Портиш, Корченой, вот, в тех турнирах играли, Спаски играл, но это все потом, вот, вот, уже дальше, уже заменяется, уже, там, естественно, новым поколением, там, Салов, Эльвист, Иванчук, ну, он еще, его тогда еще не было, он подыматься будет, он уже, вот, Вася Иванчук будет, будет первенство СССР 88-го года, он будет играть. Но, вот этот Кубок Мира, мне кажется, важным событием был, все-таки впервые появился такой профессиональный цикл, вот, и Ассоциация Гроссмейства, на самом деле, она набирала авторитет большой, но это я не знаю, насколько стоит сейчас все это вспоминать, потому что, как прямого отношения к Майшахману биографию это не имеет. Нет, это не так важно. Да, это интересно было, потому что тогда еще был конфликт между Востоком и Западом, потому что открывался Советский Союз вообще, начиналось движение, и многие западные Гроссмейства начинали дергаться, потому что появилась жесткая конкуренция. Наплыв пошел. Наплыв, естественно, потому что, это, раньше все знали, что там первенство СССР, вообще там полуфинал первенства СССР там был там сильнее любого международного турнира. А теперь все эти люди, как бы, начинали перемещаться на Запад, и там была, я помню, это целая такая история, вот, 89-й год, да, когда проходят большие турниры, ассоциации Гроссмейстеров, отборочные турниры начинаются, вот, я там организовывал их в Москве, да, вот, 89-90-й год, и очень такая нервозная реакция была западная Гроссмейстер, потому что менялось соотношение, вот, турниры, на которых можно было зарабатывать, как бы, они открывались для советских шахматистов, да, и это меняло, меняло соотношение, меняло соотношение сил, но если, но если, как бы, не забегать вперед теперь, вернулся в 86-й, 87-й год, значит, после вот этого заседания в Брюсселе, где мы там определили, как там Куб Мир будет играться, в 87-м году, я туда возвращаюсь в Брюссель на SWIF-турнир, это был второй турнир Брюсселя был, который он организовал, и там я играл, и Карпов там играл, но этот турнир кончился, значит, он, Карпов сыграл, по-моему, на третье место взял, а поделили первое второе Любович и я, причем в последнем туре имя было по заказу Утали выиграть, вот, выиграл, выиграл партию, белыми, достаточно хорошо, разделили первое место, а потом был Блиц-турнир, Блиц-турнир такой, ну, такой неофициальный. Это первый чемпионат мира поближе, я говорю, в 87-м году он какой-то странный, вот все, все совпало в одном, в одном, и быстрые шаги, Блиц-турнир, там Бесли-система предложил, значит, круговик, ну, 20 человек играл, или 24, не, нет, играло, мне кажется, играло, может быть, 22 человека, круговой турнир был, нет, я выиграл турнир, а потом выиграл, у Тимона выиграл финал, полтора на пол, 2017 из 22 вы набрали, значит, да, значит, да, но я набрал, много там набрал, все, в конце я уже там перестал особенно играть, потому что у меня там, я помню, что у меня было 11-12 после первых 12 туров, ну, потом надо было играть переигровку, значит, Тимон взял второе место, значит, я у него выиграл полтора на пол, и это был мой последний турнир в 87-м году, перед матчем, и мы поехали на подготовку, ну, тогда уже, значит, у меня прошли замены в команде, произносили. сколько вы были Тимошенко и Владимиров, Владимиров, да, но там еще оказалась проблема, потому что приехал к нам человек такой, который с Карповым работал, по фамилии Фельдман. Так. Ну, такой был. Шахматист, нет, он каталов уже карточный. Каталов карточный? Каталов настоящий был, значит, демонстрировал там свои навыки обработки колоды. Впечатлительный, впечатляет. Читал колоды очень быстро, вот, с третьей сдачи, просто самое, прочитал рубашки, всех тузов снял просто. А, да? Да, на третьей сдаче, да, просто, покрытил колоды. Космейстер высокого уровня. Высокого класса, да. И он привез, привез, как бы, информацию, что на первом матче, значит, как бы, видимо, идея была в том, чтобы, как бы, команду мои полностью там развались, что на первом матче, на самом деле, Йоси Дуршпан участвовал в катализаторе, в тотализаторе, который проходил тогда, в Москве, так вот, и фактически сдавал информацию, потому что, скажем, например, когда, я помню, я решил отказаться от защиты Тарыша, я говорю, Гренфель, меня Адарьян подучил, вот, тогда, на ходу быстро. И вот в 11-й партии Карпов без лимита мочи пошел в Коне в 3 первом году. Меня тогда вообще шокировал, и он на секс-ферме играл в Коне в 3 Карпов. Вот. На чем был смысл? Ну, смысл только один. А против Гренфельда? Какой-то он еще. Ну, я тогда что-то наиграл там какие-то в индийский, с того, но потом, когда все забылось, оказалось, что, что был в этом тотализаторе, там, там, Дорфман, там, там, ставил на то, что, там, черный слон появится, выйдет на же сеть. И, естественно, так как, ну, для страны индийского это значение не имеет, а для Гренфельда это имеет. Поэтому Карпов так просто проверил вообще, выйдет или не выйдет. Ну, вообще, несколько было моментов там, как бы, когда, когда ставки, которые он там делал, они просто давали четкую информацию, что будет происходить. Вот. Фельдман привезли всю эту информацию, а потом, когда приехал Дорфман с ним, Литвинов, провел воспитательную беседу, Дорфман все написал, на самом деле, во всем признался, что так оно было. Ну, это вроде не как бы не предательство. Нет, это было не предательство. Просто глупость. Да, да, да. Ну, вот и так. Вот добавим еще то, что после первого манча, на самом деле, Дорфман ответил на серию вопросов, которые подготовил Игорь Зайцев. А вот это уже предательство. В общем, да, было. Это уже не очень. В общем, все это, в Огоньке, по-моему, там еще потом Литвинов потом все это рассказывал. Все было запротоколировано, на самом деле, просто. И надо было тогда принять решение, что делать. Как бы... Ну, я так подумал, но, в общем... Интересно, что этот человек написал сейчас очень популярный к нему метод в шахматы. Метод в шахматы. Да. Я думаю, ну, хорошо. Ну, как бы, по крайней мере, это уже обезврежено все. Все-таки большой опыт Иосина матча был, как бы, поэтому... Вот, ну, в 84-м году. Поэтому и в 85-м. Решили его оставить. Да, я думаю, давай оставим. Тем более, что команда обновилась сильно. Надо какой-то баланс сохранить. добавился Зураб. Я знаю, Порошвили. Порошвили, да. Появился. И Сережа Долматов. Сыграл, кстати, важнейшую роль в анализах отложенных партий. Значит, он блестяще анализировался. Всегда. То есть команда новая была, значит. Ну, а у Дорфманда все-таки вот этот, как бы, этот опыт. Все-таки матчи всех. Он был, поэтому я колебался-колебался. Но думаю, что... То есть были Никитин, Шакаров, Дорфман, Шакаров впервые поехал в 90-м году. Шакаров не был в Севиле. В Севиле были, значит, Никитин был, Дорфман был, Азмай был и Долматов. Да, вот четыре человека. Четыре человека было, кто был в Севиле. Четыре тренера было. Ну, кроме того, я думал, что если мне такую информацию сдают, явно хотят, чтобы я что-то сделал. Лучше сделать, а оборот. В смысле сдают? Ну, когда вот про Дорфмана приехал, фильм сказал. Явно, как говорится, план у них есть. Да, давайте сделаем по-другому. Да, ну... Такая борьба-то шла, да? Очень серьезная. Борьба, да. А с Карпманом тогда прям реально была, как бы, ну, прям ненависть была такая, да? Ну, я не... Или сейчас уже сложно это вспомнить? Сложно вспомнить, на самом деле. Борьба была. И, на самом деле, ко всему это относилось... Я был уверен, что я должен выигрывать, как бы. Я вот, на самом деле, всего этого не сильно боялся. Да, проблемы какие-то, но надо решать это. Тем более, что там добавились еще, вот, как бы, эти органиционные хлопоты начинаются, ассоциация Гроссмейстер, потом первая книга выйдет, это «Дитя перемен», «Child of Change» английская. Ну, не лучшая книга, потому что, как бы, она так на ходу делалась. Красивое название, там, «Дитя перемен», подсуетились там англичане, вот. Но потом уже я переделываю ее полностью, уже безлиметный поединок будет, но на самом деле будет переделан, уже гораздо более качественная книга будет. Но тоже была скандальная ситуация, потому что книга-то была такая по советским меркам слишком радикальная. Все время это там шоу, шоу впереди процесса. Поэтому у меня такое ощущение было, что все, конечно, хорошо, но если там, не дай бог, матч проиграю, то будут проблемы. А Карпов, кстати, вот он явно там сделал шаг вперед. Матч с Соколовым, может, один из лучших матчей, кстати, был. Я глядя на то, что Карпов... Ну, просто уничтожил, потом Соколов исчез, и шаг, по-моему. Да, исчез. На самом деле, два матча было, вот у Карпового такие, вот вехи были, это со Спасским в 1974 году и с Соколовым в 1977 году. Блестящая игра. Это даже не то, что он просто выиграл у него там с 7-3, да, счет был. Но там некоторые партии были очень напряженная, интересная борьба, и Соколову не стало после этого. Да, да. Просто практически через год ушел из шага. Ну, да. Он перестал играть просто. Понял, что это не его уровень. Да, просто бороться невозможно. Кстати, по-моему, вот Камский в 1996 году в матче с Карповым, когда они в Элисте играют, это так свой, так называемый матч на Каневе мира. Мне кажется, тоже для него будет такой переломный момент. Страшный удар, да. Да, потому что после этого он тоже, тоже, тоже поймешь, что, да, что... Притом, он-то все понимал, что он с Карповым играет, не со мной еще играет, а там уже там и Анан, и Крамник подходили, вот как бы, да. Ну вот, но... Карпов явно был на сходе, но все равно... Ему было 45 лет уже, да. Ну, все равно в одну калитку отправил там вообще там Камского. Не, ну это все-таки уровень ваших матчей тогда и ваши... ну, ваши игры был другой совсем. Да, да. И, я говорю, даже в 96-м году там молодой Камский там просто ни одного шанса не будет иметь против Карповым вот в таком длинном матче.